Война за умы и сердца молодежи. С одной стороны баррикад движения, распространяющий радикальные идеи, с другой государство и общество, которое хотят оградить подрастающее поколение от деструктива. Одной из важнейших проблем современности – экстремизм – обсудили за круглым столом представители Народного фронта вместе с педагогами, представителями общественных организаций, силовиками. Эксплуатация особенностей присущих молодежи, ее восприимчивости к новым, часто радикальным идеям создает предпосылки для того, что идеи радикального толка, экстремистского толка находят свою поддержку и проникают в молодежную среду. В Ивановской области, по информации Следственного комитета, ситуация за последние годы выравнивается. Преступлений экстремистского характера, связанных с насилием и убийствами, не было больше семи лет. Все незаконные действия совершаются теперь онлайн. У нас ограничивается все именно, когда те или иные молодые люди выкладывают информацию экстремистского характера в социальных сетях, в основном это ВКонтакте. Чтобы не сесть за репост, соглашаются участники круглого стола, необходима профилактика в молодежной среде. Начинать следует с системы образования, а вернее с тех, кто должен вкладывать в головы юных граждан доброе, чистое, светлое. Нам бы очень хотелось, чтобы перед педагогами, например, выступили сотрудники Управления Федеральной службы безопасности, которые со своей стороны знают проблематику, в том числе в молодежной среде. Итогом работы круглого стола стала резолюция, в которой профильным ведомствам даны рекомендации по борьбе с экстремизмом. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.